Всем привет, с вами Виктор. Сегодня приготовим облепиховый чай с добавлением яблока и груши. Нам для этого понадобится бадьян 1 цветочек, гвоздика 2-3 штучки на 1 порцию, яблоко 10 грамм вовнутрь и грамм 15 на украшение, груша также 10 грамм вовнутрь и грамм 15 на украшение, облепиха 40 грамм по 20 грамм на 1 порцию, мята по желанию, по вкусу. Также нам понадобится вода кипяченая 400 грамм на 2 порции и нам еще понадобится мед по вкусу. Для начала я хочу подготовить яблоко и грушу. Так, я отрезаю кусочек для украшения. По-другому здесь мы срезаем кусочек яблока. Вот это пойдет на украшение. Этого будет нам достаточно. Нарезаем кубик. Срезаем, это уберу в сторону. Грушу вы можете использовать любого вкуса, то что у вас есть вы можете добавлять. Это у нас пойдет вовнутрь. Перекладываем обратно в мисочку и отрезаем кусочек для украшения. Концентрацию чая вы можете отрегулировать под свой вкус. Добавить больше облепихи или больше яблока, груши или меньше наоборот. Тут все по вашему желанию. Продукты мы с вами подготовили. Начинаем готовить чай. Берем два рокса. Мы начнем сразу готовить два вкуса. Делим облепиху пополам, по 20 грамм. Дальше с помощью мадлера я хочу размять облепиху. И второй стаканчик точно так же. Отставлю пока один в сторону. Сейчас мы берем грушу. И перекладываем в рогс. Сюда я добавлю немножко мяты. Мяту вы добавляете по желанию. Нет мяты, приготовьте чай без мяты. Также вы сюда можете добавить чекотку черного чая или зеленого чая. Это так же по желанию. Готовить облепиховый чай можно как угодно. Добавлять больше яблока, больше груши. Все, что вы хотите, вы можете добавить сюда. И сюда я хочу добавить подъем. Берем второй стаканчик. Перекладываем сюда нарезанный яблок. Вы можете вместе с облепихом помять яблоко или грушу. Это тоже допустимо, это будет вкусно. И сюда я хочу добавить три гвоздей. Чай у нас практически готов. Пришло время добавить кипяченую воду. Как я уже говорил, что нам еще понадобится сюда мед. Сразу мед ни в коем случае не добавляйте, так как мед теряет свои свойства при данной температуре воды. Поэтому, когда чай постоит минут пять хотя бы, вы можете добавить мед по вкусу. Облепиховый чай с яблоком украшаем яблоком. И соответственно, облепиховый чай с грушей украшаем грушей. Вот и все. Кому понравился рецепт, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Виктор. До новых встреч.